Американский миллиардер, финансист цветных революций, Джордж Сорос хотел встретиться с Никол Пашиняном, но тот ему отказал. Об этом на пресс-конференции в Лос-Анджелесе поведал сам премьер Армении. Никол, очень довольный собой, заявил, что Сорос чуть ли не умаляет его о встрече аж с января. Миллиардер хотел встретиться с Пашиняном на полях Давыского форума, но армянский премьер отказал ему. Это был первый отказ. Но, честно говоря, мой рабочий график был очень насыщен, и удовлетворить его просьбу о проведении встречи никак не удалось, сказал Пашинян. Теперь, в ходе своей поездки в США Пашинян отказал Соросу во второй раз. И снова помешал так называемый, насыщенный график. Причиной такой разборчивости в связях, думается, вовсе не в загруженности премьера Армении, а в просчитывании ситуации. Нет никаких сомнений, что за его встречей с Соросом последует негативная реакция из Москвы. Кроме того, встретившись с лицом, финансирующим цветные революции, Пашинян только подтвердит, что за его революцией тоже стояли определенные силы. Будь Никол сообразительным политиком, а не третий сортным журналистом, он не стал бы рассказывать журналистам о своих отказах Соросу. Это было бы более правильное решение для него, для того, кто пытается балансировать на двух стульях. То, что Пашинян сделал свою так называемую революцию, на деньги Сороса, не вызывает сомнений и об этом знают многие в Ереване. Иначе бы, не открыли памятник Соросу. Памятник пока небольшой, это, наверное, чтоб из Москвы не виден был. Но мы так думаем, что это только начало. Сороса, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Сороса, не знаю, не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...